В Беларуси были добыты сотни документов, подтверждающих агрессивные планы фашистов. Подробные карты мест дислокации немецких войск, среди которых и уникальные. Группировка германских войск против западного особого военного округа по состоянию на 21-41. На ней отмечены места наиболее плотной концентрации войск противника. Они буквально в шаге от советской границы. Район Сувалок, местечко Сейны, район Мышинца, Остроленко, Косово, Белоподляска. Здесь образовался своего рода плацдарм для проникновения на территорию западного особого военного округа разведывательных и диверсионных кругов. В расположении 87-го погранотряда на участке белорусской границы 18 июня 1941 года шел допрос Гордиевича Тадеуша Винцентевича и чудука Михаила Михайловича, задержанных во время пересечения ими, границы, усиленным нарядом пограничной охраны. Одеты в форму старших лейтенантов РКК, документы в полном порядке, хорошо владеют русским языком, придраться не к чему. А вот с объяснением, как они оказались на этом участке границы, если их воинская часть передислоцировалась и уже находится совсем в другом месте, началась явная путаница. После перекрестных вопросов особистов отпираться было бессмысленно. Из сообщения Наркома госбезопасности БССР Лаврентия Цанавы на имя секретаря ЦК КПББ Пантелеймона Пономаренко. 20 июня 1941 года. Задержанные являются агентами германской разведки из числа окончивших курсы диверсантов в Лямсдорф. Вместе с другими диверсантами в числе 40 человек, они 12 июня были переброшены на нашу территорию с задачей достигнуть станции Лунинец. С началом военных действий между Германией и СССР, они должны были взорвать железнодорожное полотно с целью крушения воинских эшелонов и создания пробки при движении поездов. Последняя информация Цанавы на имя Пономаренко.